На смену славе, головокружительному успеху и популярности в жизни многих знаменитостей приходят забвения и пустота, однако судьба многих российских артистов, певцов и звезд телеэкранов под влиянием разных обстоятельств сложилась трагическим образом, а жизни кумиров прервались неожиданно для миллионов поклонников, однако их имена остаются в памяти даже спустя десятилетия после смерти. Умершие звезды 90-х смотрите в этом видео, не переключайтесь. 10 марта 2022 года стало известно, что в 50-летнем возрасте ушел из жизни участник и основатель группы «Отпетые мошенники», известный фанатом как Том Хаос, настоящее имя артиста Вячеслав Зинуров. Он входил в первоначальный состав коллектива, образованного в 1996 году вместе с Сергеем Амараловым и Гариком Богомазовым, но в августе 2021 года Зинуров покинул группу из-за финансовых разногласий. Причина смерти певца и другие обстоятельства в СМИ не уточняются, однако известно, что в день гибели у знаменитости были запланированы два интервью. Сестра Вячеслава не смогла с ним связаться по телефону, после этого в его квартире в Подмосковье певца обнаружили мертвым. По предварительной версии, исполнитель мог самостоятельно свести счеты с жизнью. Друзья Зинурова сообщали, что в последнее время он находился в депрессивном настроении. В списке умерших звезд 90-х оказался Олег Яковлев, российский актер и певец из популярной группы «Иванушки Интернешнл». В этом коллективе артист проработал больше 15 лет и был его основным солистом до 2013 года. После этого Яковлев закончил сотрудничать с «Иванушками», хотя официально продолжал числиться солистом и стал выступать сольно, исполняя популярные песни группы. После его ухода в группу пришел Кирилл Туриченко. Яковлев продолжал гастролировать и записывать новые песни и клипы к ним. В июне 2017 года стало известно, что Олега Яковлева госпитализировали в московскую клинику в тяжелом состоянии. Его сразу перевели в реанимацию. Были диагностированы пневмония и цирроз печени. На следующий день сердце артиста остановилось. Олегу было 47 лет. Он состоял в неофициальном браке с Александрой Куцевол, но детей у них не было. Спустя год продюсер Иванушек Игорь Матвиенко озвучил предположение, что причиной смерти исполнителя могла стать алкогольная зависимость. Советский и российский телеведущий Сергей Супанев стал популярным в 1993 году, после того, как появился в детской телепередаче «Звездный час». Затем Сергей стал вести на первом канале телеигру для детей «Зов джунглей», идея которой пришла ему во сне и которая также ожидала успех. В 1998 году Сергей Супанев стал руководителем дирекции детских и развлекательных программ ОРТ. В планах знаменитости были новые детские и молодежные телепередачи и проекты. Однако осуществить их было не суждено. Жизнь Супанева трагически оборвалась на 1939 году жизни. Он погиб, катаясь на снегоходе в Тверской области. Не справившись с управлением, Сергей врезался в пристань, получив серьезные повреждения, несовместимые с жизнью. У телеведущего остались жена и маленькая дочь Полина, а также сын от предыдущего брака Кирилл Супанев. Имя этой умершей звезды 90-х поклонники помнят и в 2022 году. Голос Мурата Насырова публика впервые услышала еще задолго до его популярности, когда он исполнил песни к мультфильмам «Черный плащ» и «Утиные истории», вышедшие на российском телевидении. Певец сам писал музыку и ему хотелось, чтобы его узнали как автора и исполнителя. Однако первая популярность пришла после того, как Насыров записал кавер-версию композиции группы «Карапичо», запомнившуюся слушателем под названием «Мальчик хочет тамбов». Певцу удалось осуществить мечту и добиться успеха, записав несколько композиций, ставших хитами. Новый виток популярностью пришел после дуэта с Аленой Апиной. Также были записаны новые альбомы в 2002 и 2004 годах. Жився артиста неожиданно оборвалась в январе 2007. Причиной смерти 37-летнего исполнителя стало падение с высоты. Но обстоятельства трагедии не уточнялись. Близкие утверждали, что артист перед смертью страдал от депрессии. Также рассматривалась версия о несчастном случае. Якобы падение произошло в результате неудачной фотосессии. У Насырова осталась жена Натальи и двое детей, дочь Ли и сына Ким. В группе «Блестящая» Жанна Фриске пришла в 1997 году, появившись в клипе «Цветы». До ее появления главной солисткой была Ольга Орлова. После того, как Орлова ушла, петстали и другие участницы. Жанну первое время называли «Черненькой из блестящих». Но затем исполнительницу заметили. К Жанне пришла популярность, которой не удалось достичь никому из ее коллег по группе. Последний клип певицы вышел в 2013 году, когда она стала мамой сына Платона. Тогда же фанаты Фриске заметили, что звезда перестала появляться на публике. Первые сообщения о болезни артистки появились в январе 2014. Родственники Жанны подтвердили, что у нее диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. Несмотря на длительное лечение и курс реабилитации в зарубежных клиниках, которые изначально дали положительные результаты, состояние знаменитости снова ухудшилось спустя несколько месяцев. В 2015 году Жанна впала в кому и через 3 месяца скончалась. 15 июня того же года в возрасте 40 лет. Олег Жуков Группа «Дискотека Авария» появилась в начале 90-х годов, однако популярность к участникам коллектива пришла не сразу. Олег Жуков стал фронтменом группы, исполнял большую часть композиций и самостоятельно записывал музыку для рекламы на радио. В 2001 году здоровье артиста резко ухудшилось, появились головные боли и обмороки. После обследования у Жукова была диагностирована опухоль головного мозга. Было проведено хирургическое вмешательство, и артист продолжил гастролировать с коллективом. Но это продолжалось недолго. Болезнь прогрессировала, продолжать выступление стало невозможно. В последний, 28-й день рождения Олега, в октябре 2001 года, был снят клип «Настрия атаки». После этого его госпитализировали в онкологический диспансер. Лечение дало положительный результат, но уже в феврале следующего года певец умер. Продолжает список умерших звезд 90-х еще один солист группы «Иванушки Интернешнл» Игорь Сорин. Он выступал в коллективе с 1995 по 1998 год. Однако из-за того, что приходилось петь под фонограмму, решил уйти, несмотря на растущую популярность. Сорин говорил, что ему надоело петь одно и то же. Признавался, что устал от повышенного внимания и успеха «Иванушек». Кроме того, певец хотел начать сольную карьеру и развиваться самостоятельно. Уговоры коллег и друзей на него не подействовали. После ухода он работал над сольным проектом, записывал новые песни и клипы. Но дальнейшие планы 28-летнего артиста нарушила трагедия. Случившиеся в Москве 1 сентября 1998 года. Игорь Сорин выпал с балкона 6 этажа, получив серьезные повреждения. Он успел рассказать, что прыгнул самостоятельно. Однако причины объяснить не сумел. Врачи пытались спасти жизнь исполнителя, сделав необходимую операцию. Однако его сердце остановилось спустя 3 дня. После его смерти появилось несколько версий о причинах гибели. Среди которых отмечены несчастные случаи, депрессия и передозировка запрещенными веществами. Артист не был женат, но за своей смертью состоял в отношениях с Александром Черниковым. И снова святая ночь, и только ей доверять... Юрий Шатунов. Советский российский артист группы «Ласковый май». Умер 23 июня 2022 года в Москве. Причиной смерти певца стал острый танцмуральный инфаркт миокарда. В день смерти Юрий Шатунов пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине. Там его пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить реанимацию. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался. Как рассказывал каловичный группы «Ласковый май», последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально. Юрий Шатунов завещал себя кремировать. Прощание с певцом состоялось 26 июня 2022 года на Троекоровском кладбище в Москве при огромном количестве людей. Прощание стало поистине народным. Тысячи людей хором пили хиты умершего исполнителя. Очередь желающих проститься с Юрием Шатуновым растянулась на километр. Большинство держали в руках букеты белых роз. В какой-то момент к кладбищу подъехал целый грузовик с розами. Его пристал фанат Шатунова, который сам прийти не смог. Букеты всем раздавали бесплатно. На входе в Траурный зал людей встречал портрет Юрия Шатудова в Синей Олимпике с надписью «СССР». Из-за огромного наплыва людей церемонию прощания, которая должна была длиться до 15 часов, продлили до 22.00. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.